Это традиционное ежегодное мероприятие. Парусники собираются на него не только из Смоленской области, но и с Московской. Регата проводилась по двум направлениям – яхты класса «Микро» и «Катамараны». Каждый экипаж состоял из двух человек – всего 15 команд. За два дня пройдено пять заездов на разную дистанцию. В первой команды прошли длинную допрофилактория лесная поляна, во второй – более короткую до плотины. Маршрут проходил по треугольнику, огибающему буйки на начальных и конечных точках. Погода благоприятствовала спортсменам. Сегодня все выдалось как идеально. Солнце, воздух и вода. А тут еще и так сочетание хорошее. А еще для парусников важно еще четвертая составляющая – ветер. А сегодня он был. Поэтому все, думаю, очень довольны. Три минуты до старта. Флаг поднят. Затем сигнал в гудок, и спортсмены понимают, что гонка началась. Соревновались по приходам без гандика по соблюдению правил и спортивное поведение обязательны. На ветреный уступает место подветренному, а левый гал – справому. Участники регаты вели себя корректно и по-спортивному. Благодаря этому состязания прошли в дружеской атмосфере. Акваторию нашего водохранилища для занятий парусным спортом оценили все на отлично. Десногорское водохранилище, оно в принципе изолированное. Но здесь прекрасное место, хороший ветер, хорошие люди и вообще гонятся замечательно. Здесь отлично. Это много воды, много ветра. Но то, что надо для нас, для этих самопарусятников. В результате упорной борьбы в классе катамараны 13 квадратных метров первое место занял катамаран М161 под управлением Владимира Успенского. Второе и третье места у Белоклоковых на катамаранах М948 и М566. В классе микро первое место у яхты «Смолевич» под управлением Юрия Беркова. Второе у «Стелы» Андрея Зандеева. И третье – Владимир Семков, яхта «Виктория». Все победители и призеры получили грамоты и призы от Смоленской Федерации парусного спорта.